В 2012 году, будем считать, хотя разговоры ходили и раньше, появился Tizen версия 1. Это была чисто веб-платформа, без всяких намеков на какую-то нативную часть. Дальше все это развивалось в версии 2, появилась поддержка веб-классе 2, появился нативный API, дальше появилась поддержка так называемых гибридных приложений, о которых я расскажу позже. Улучшалась производительность, улучшалась безопасность, и вот на сегодняшний день мы имеем версию Tizen 2.2.1. Анонсирован релиз Tizen 3 версии на 3 квартал 2014 года, заявленная поддержка мультипользовательности, поддержка 4-битной архитектуры, появится новый 3D UI фреймворк, будет долгожданный переход на Wayland, то есть сейчас используется, как и в большинстве Linux'ов, XE, так называемый, будет переход на Wayland, и ожидается прирост производительности графической подсистемы примерно на 20-25%. Когда говорят о Tizen, разделяют его на профили. Профиль — это некий набор компонентов из Tizen-исковой репозитория, который предназначен для той или иной Tizen-исковой репостаси. То есть, если у нас мобильный профиль, то у нас набор компонентов будет соответствовать мобильному устройству. Если у нас профиль GIVI, то, соответственно, у нас будет развлекательная система для транспортных средств. Wearables — это носимые устройства, например, вот Samsung Gear 2. Соответственно, есть профиль PC, он пока недоступен для общего пользования, этим занимается Intel. Также уже анонсировано Tizen TV. Вот в Сан-Франциско будет конференция со 2 по 4 июня, и там уже будут доклады по Tizen Smart TV. То есть, Samsung переводит свои Smart TV на Tizen. Ну, зелено подсвечены те профили, которые доступны для общего пользования уже сейчас. То есть, хотите разрабатывать для Ivi, заходите на Tizen.org, смотрите соответствующие репозитории, соответствующие папки и берете то, что у нас. Вот. Таким образом, Tizen — это универсальная платформа, она нацелена не только на мобильное устройство, а вообще на все. И в данном случае Samsung, который занимается всем, может обеспечить экосистему для Tizen. Кирилл уже затронул. На нижнем слое — это ядра Linux и драйвера устройств. Дальше идут компоненты системы, такие как App Framework, который отвечает за жизненный цикл приложений. Системы Base — это какие-то системные вспомогатели утилиты. Graphics and UI отвечают за графику, соответственно. Мультимедиа — за аудио-видео. Location — за GPS, за различные позиционирования. Messaging — это все, что связано с SMS, MMS, Mail и так далее. Веб — очень важный компонент в Tizen, соответственно, отличается веб-приложении. Security — ну, понятно, отличается безопасность. Connectivity — это всякие NFC, GSM, 3G, ну, различная связь. Телефония — это, соответственно, компонент, который отвечает непосредственно за звонки. И PIM — это некий модуль, который отвечает за персональную информацию. Всякие планировщики, календари, будильники и так далее. Выше располагаются два фреймворка — это Web Framework и Native Framework. Важный компонент Web Framework — это Web Runtime. О нем отдельно я позже расскажу. Ну, и вот в нативном фреймворке указаны пространства имен, в которых реализован функционал, доступный разработчиков нативных приложений. И вот через эти пространства имен можно получить полный доступ к устройству и взаимодействовать с ним. Ну, и на самом верхнем слое — это пользовательские приложения, это Web-приложения, нативные приложения и гибридные приложения. Отдельно... Нет, немножко назад. Вот если вы обратили внимание, компоненты системы некоторые подкрашены красным цветом. Это те компоненты, которые разрешено OEM-разработчикам кастомизировать. То есть вот если кто-то уже запускал устройство для разработчиков и посмотрел на интерфейс Тайзена, то вот это некий дефолтный интерфейс, открытый. Каждый OEM-разработчик, и Samsung не исключение, будет этот интерфейс кастомизировать для себя. То есть видите красно-подсвеченный график с Ui. Все это будет выглядеть иначе. Будет то Samsung, ZTE, Huawei или кто еще там подключится к проекту Тайзена. И реализована вот эта кастомизация с помощью Hardware Adaptation Layer, с помощью специального слоя, который представляет из себя плагинную систему, как раз который позволяет легко и просто адаптировать системные компоненты к Тайзену. Вот на данном слайде представлено большинство компонентов, из которых состоит операционная система. Да, если приглядеться, можно обратить внимание, что это в основном Open Source компоненты. и можно увидеть, что Тайзен выбрал, выбрал в себя, пожалуй, лучшее из Open Source мира, что только есть на сегодняшний день. Ну и можно видеть, что есть компоненты на все случаи жизни. Следующий компонент — это безопасность. За безопасность отвечает модуль SMAC, Simple Mandatory Access Control Capital. Соответственно, обеспечивает защиту системы, так называемый сэндбоксинг, контроль доступа. И в отличие от своего конкурента SE Linux, он является действительно простым, является быстрым и очень легким. Ну вот, SMAC используется на Тайзене, используется на филипсовской смарт-ТВ платформе, основанной на Линуксе, и больше пока не используется нигде. То есть сейчас вот идет переход на этот SMAC, в том числе и основные дистрибутивы в линуксовых. А вот Android, начиная с версии 4.3, пришел на оси Линукс, громоздкий, неуклюжий и сложный. Ну и вот это является одним из преимуществ Тайзен по данному случаю. Следующий важный компонент — это веб. В отличие от других платформ, веб-кит не является движком браузера. Это является непосредственным компонентом системы, что позволяет обойтись без всяких посредников и выиграть значительно производительность. фактически веб и веб-рантайм не отвечают за исполнение веб-приложения и в Тайзене таким образом, что для пользователя оно выглядит точно так же, как нативное приложение. И производительность сравнима с нативным приложением. Вот веб-рантайм выглядит таким образом. Тоже логинная система. Обязательно контроль доступа, обязательно связка со SMAC, для того, чтобы все было безопасно. Еще один важный компонент системы — это графика. В Тайзене за графику отвечают Enlightenment Foundation Libraries. Это open-source разработка, всячески поддерживаемая Samsung. Очень много лет поддерживалась. Ее преимущество в том, что она очень легкая, очень быстрая и на данный момент у нее по скорости или ковесности конкурентов нет. И вот это в Тайзене отвечает за графику. Соответственно, сейчас используется X-Window System. В дальнейшем будет переход на Welland. Это уже готово в третьей версии. Можно залезть в репозиторию и посмотреть. Как вообще ведется разработка, какие роли в проекте? Это open-source платформа. Действительно, можно стать разработчиком, можно выбрать любую роль или заслужить ее в некоторых случаях. И на самом верху, за всей этой пирамидой, наблюдает рабочая группа архитекторов. И на самом верху Technical Steering Group, в которую входят Samsung и Intel. И, соответственно, они руководят, дирижируют всей разработкой и говорят, какое русло и куда будет направляться платформа. Ну вот, могло бы с ним показано вообще, как поучаствовать, что называется, контрибьютить в платформу. То есть написание кода. Дальше сабмит керит. Керит это некое расширение для гита, которое позволяет совместно работать с кодом, проводить ревью и так далее. Так, и теперь к нативному framework. Вот он показан справа на данном слайде. Соответственно, подсистемы я уже перечислил. Вот они указаны на данном слайде. Не так много. Ну и вот примерно такое же количество пространств имен, с помощью которых разработчик нативных приложений может получить доступ к этим подсистемам, перечисленным на предыдущем слайде. Ну вот при такой плотной разработке нативных приложений разработчик начинает легко ориентироваться этих пространствах имен. Все очень логично, структурировано, можно легко найти все, что нужно. Так, теперь какие особенности. Во-первых, разработка ведется на C++. На данный момент поддерживается стандарт C++ 2003 года. Компиляторы несколько старые, но в ближайшее время мы ожидаем, что это обновится. Вот сейчас пока версия 4.5 и GCC, и LLVM 3.1. Особенности framework. Внутри framework не используется стандартное исключение C++. Это не значит, что его использовать вообще нельзя в своих приложениях. В своих приложениях сколько угодно. Но не ждите, что функция framework выкинет стандартное исключение. Этого не будет. Сделано это в целях безопасности, чтобы не возникало ни однозначности, когда исключение, исключительность ситуации происходит во время работы конструктора. И невозможно точно сказать, объект был создан конструктором или не был создан. Ну и так как нет исключений, коды возврата вместо исключений и создание объекта двухфазным. То есть вот справа вы видите, что вначале создается объект, то есть срабатывает конструктор, а затем непосредственно, явным образом надо вызвать метод конструкта. Вот такая особенность. Ну и еще одна особенность, может быть, кто-то сталкивался с ней при работе с БАДой или с Хиньгом, суффикс N в конце функций, который означает, что передаваемый функцией объект передается... Субтитры создавал DimaTorzok